В период холодов особое внимание уделяют лицам без определенного места жительства. С этой целью ежедневно на улице Нижневартовска выезжает социальный патруль. Бездомным предлагают временное устройство в репляционных центрах и помощь в поиске работы и оформлению утерянных документов. Сюжет Жанны Кузьминой. С началом холодов на улице Нижневартовска ежедневно выходит социальный патруль. Чаще всего выезжают к торговым центрам и церкви. Там бродяг больше всего. Некоторых бездомных сотрудники знают уже в лицо. Как правило, это обычные попрошайки, у которых есть жилье, которые не любят работать, а добывают себе средства к существованию путем поршения милостыни. Сергей Бочкарева социальный патруль подобрал на ступеньках магазина. Тут же выяснили, что он постоянный клиент специального пансионата. В этом году он прожил там до мая, а весной сбежал. Чем занимается на улице, не скрывает. Вот и Сергей стою. Много удастся набирать? Ну, когда, когда, тысячи, когда, когда вообще ничего. На время холодов Сергей Бочкарев останется в специальном пансионате. Спиртное здесь под запретом. Зато есть еда, одежда, постель и медицинское наблюдение. Социальные работники помогут оформить потерянные документы и пенсию. У большинства постояльцев есть хронические заболевания, которые они не лечат годами. Поэтому врачебная консультация обязательна. Очень часто поступают люди, естественно, с хроническими заболеваниями, как правило. В основном это сахарные диабеты, это гангрены конечностей. Естественно, здесь уже сразу же мы подключаем хирургов, которые их ведут, их наблюдают. И расписывают нам дальнейший уход и лечение, соответственно, с нашими постояльцами. В городе есть несколько социальных учреждений, куда направляют бездомных. В пансионате проживают те, кто был ранее судим. Одновременно в центре могут находиться до 70 постояльцев. А тех, кому требуется постоянный уход, переводят в круглосуточный пансионат. Но бывает и так, что от помощи отказываются. Люди данной категории, они привыкли к свободной жизни. Они привыкли жить по своим правилам, по своим законам. А находясь у нас в учреждении, все равно есть свой распорядок дня. Есть запреты, которые нарушать нельзя, в связи с которыми может человек быть отчислен. То есть это приход в отделение в пьяном состоянии, распитие напитков, либо вообще принос напитков уже является нарушением. За год в ходе подобных рейдов социальному патрулю удается выявить и отправить на временное проживание, а также обеспечить продуктовыми наборами около полутора сотен бродяг. Жанна Кузьмина, Ирик Абдулганиев, Вести Егория, Нижневартовск.